Дендробен Посмотрите наши ролики от Т-117, где мы показывали про старателей выгребания ящиков Это они же и есть Такие же по форме Видите, что они все оббиты картоном И картон лежит сверху Для чего мы все это делаем? Дело движется уже в прохладе Сегодня у нас 1 сентября Поэтому понимаем, что мы живем Что ночами уже становится прохладней Что можно для червей создать максимально комфортные условия Максимально комфортные, чтобы они быстрее набирали вес Чтобы они хорошо развивались и комфортно себя чувствовали Меньше перепадов было температуры Вы же понимаете, что такое перепады? Что такое осень? Днем может пригореть солнышко, там до плюс 20-25 А ночью там уже плюс 6, плюс 8 И вот эти резкие колебания, они все равно неблагоприятно сказываются И мы замечали, что черви начинают чуть медленнее развиваться Поэтому тогда, когда уже становится прохладно Мы отбиваем все наши подрезные ящики картоном И так как понимаем, что все-таки движемся уже в сторону зимы Ну, как бы уже скоро придется закончить на улице С этим ящиком мы уже не будем выгружать снизу Мы не будем уже картон снимать и выгружать А так как они у нас уже полные Да? Вот уже дендробены Все тут у нас до самого верха уже все посъедали Видите? Здесь во всех ящиках дендробена Я вам не что-то там придумываю велосипед То есть ее невозможно спутать там с технологическими навозниками Она деревянная и у нее окрас другой Ну, не такой, как ни у старателей, ни у всех остальных технологических червяках То есть смысл такой Они уже полные А жить им еще здесь месяца полтора И поэтому мы еще наращиваем Вот мы сейчас уже ставим еще, еще борт Ну, поставим, соответственно, тут, там И когда будем насыпать, просто либо изнутри картон, либо еще раз снаружи Ну, для хорошей термоизоляции Все это дело мы назакроем То есть Всегда самое главное в червеводстве Когда вот особенно новички начинают заниматься червеводством Они особо акцентируют внимание На прочтение литературы О том, какой нужен навоз О том, как можно кормить там торфом А какую нужно держать влажность Какую нужно держать температуру Ну, мало кто думает именно вот о таких вот моментах И вот колебания влажности Колебания, резкое колебание температуры То есть вы должны максимально все сгладить За что мне нравятся большие ящики Когда вы держите в маленьких пластиковых ящичках Там червяков Вот я вам для сравнения просто так вот приведу В маленьком пластиковом ящике Ну, у меня просто есть знакомая, которая держит в таких ящиках У них прям много-много стопок вот таких вот ящиков Ну, вы представляете, что у него площадь маленькая И у него площадь остывания большая То есть даже если он полный Днем потеплело, ночью похолодало И площадь остывания очень большая А в подрезных ящиках чем и хорошо Что у него аккумуляция тепла большая То есть у него вот здесь объем Вот сами подумайте То ли здесь было бы там 10 литров 10 литров субстрата То ли здесь у нас метр двадцать на восемьдесят И на метр примерно в высоту То есть это порядком около одного куба И поэтому это хорошо аккумулирует тепло То есть всегда в первую очередь Вы должны думать о том, что черви молчаливы И они никогда вам не скажут, что им что-то не нравится То есть просто предугадывайте их желания Чтобы им комфортно жилось, создавайте им хорошие условия То есть еще раз повторюсь Мне очень нравится разводить червей на улице На улице, потому что На улице легче подъехать тачкой Насыпать сюда обычного наоза В эти все ящики Тут на улице легче все делается В помещении это всегда сложности То есть улица И как-то они на улице слегка пободрее Может все-таки это природа Ну не могу вам сказать честно Что это такое То есть вот на улице они развиваются Почему-то особо быстро Вот в помещении При всех При всех соблюдениях температуры всего на свете Как-то Ну может быть это просто монотонно И мы уже как бы и не замечаем Просто растут да растут А на улице Вот мы берем Высыпаем Тут верми контейнер Да Вот мы выбрали их раз в неделю Для рыбацких магазинов Опять Опять новых Новых червяков Взяли Вот просто Новый там ящик С такими С подростками Да То есть вот делают их Много-много Таких вот Именно таких Которых там уже в районе Там 0,08 0,06 1 грамм Вот чтобы уже осталось недолго Их выгонять То есть мы вот высыпаем вот таких вот Подростков Ну вам видно я надеюсь Да Что И они буквально на дрожжах раздуваются Но еще раз повторюсь Для того чтобы они росли быстро Вы должны Думать не только лишь о калорийности Вашего питания Количестве воды А о том чтобы все было системно Еда системно Вода системно Тепло системно То есть условно говоря Чтобы всегда было условно Постоянно хорошо Вот так То есть чтобы черви Всегда чувствовали себя комфортно Тогда они быстро растут Тогда они быстро размножаются Тогда у вас много коконов Быстрый набор массы И все у вас происходит достаточно быстро Еще раз повторюсь Я вам показываю Лишь то как это делаем мы А вы Ваше дело уже Либо принять на вооружение Наши наработки Либо Оставаться на своей технологии Если вы не хотите этим заниматься С вами был Андрей Ткаченко Оператор Александр Ткаченко До новых встреч Здоровья счастья Наша судьба До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...